Всем привет, с вами Венгельм, и сегодня я решил немножко поэкспериментировать с контентом, а также открыть новую рубрику с простым и броским названием «Новости PlayStation», в рамках которой я буду еженедельно собирать самые интересные новости консольного мира и обильно сдабривать их своими едкими комментариями. В основном тут, конечно, будет упор на PlayStation, но и про конкурентов в лице коробки, нинки и печки мы тоже не будем забывать. В общем, хватит уже пустословить, давайте уже перейдем к рекламке и самим новостям. А спонсором этого видоса является сервис аренды аккаунтов Steam's Games Shop, на котором можно арендовывать игры для PlayStation 4, покупать ключи для Стима, а также оформить PS Plus Collection на четвертую плойку. В особенности хочу обратить ваше внимание на последнее, так как это возможность задешево пополнить свою библиотеку целой кучей крутых тайтлов. Ну а если вы уже оформили подписку у какого-то предпринимателя с Авито, и вам прилетели замки на игры, то тут их можно снять, заказав соответствующую услугу. В общем, заходите и смотрите, что там есть. Ссылочка на магазин будет в описании. А на экране сейчас висит промокод, который даст вам небольшую скидку при оформлении коллекшена через этот сайт. Ну и первая и чуть ли не главная новость этой недели заключается в том, что еще один эксклюзив PlayStation в лице Дейсгана наконец-то вышел на персональных комплюкторах. И все бы ничего, вышел да вышел. Но игрожур обсырается дважды, и замечательный портал PC Gamer решил повторить чужие ошибки двухлетней давности. Ребята запустили Дейсган на ПК, покатались пару часов по открытому миру, оценили порт, а потом слезали какую-то древнюю статейку и дали игре оценку в 63 балла, что на данный момент является самой низкой оценкой этой игры на ПК. Естественно, петушков из PC Gamer очень быстро раскрыли и обвинили в том, что они делают обзоры по первым часам геймплея. Но прецедент действительно забавен, ведь наступили на старые грабли только эти умственно отсталые идиоты, в то время как остальные журналы и критиканы слегка подобрели к Дейсгану за прошедшие два года, отчего средний балл на метакритике вырос с 71 до 78 и уже является приемлемой оценкой, которая действительно может кого-то замотивировать на покупку игры. Пользователи же вообще расщедрились на хорошие отзывы и закидали игру сугубо положительными оценками. 90 баллов на метакритике и 91% положительных обзоров в стиме. И оно неудивительно, ведь игра действительно хороша, а порт очень даже неплох, особенно для Sony. Там подтянули картинку, исправили серьезные баги и завезли нормальную оптимизацию, благодаря которой даже я на своей рабочей встройке могу побегать и покрошить фриков в 720p 30 фпс. Что уж говорить про обладателей нормальных видеокарт. В общем, надеюсь, что такой радужный прием Дейсгана на ПК замотивирует Sony на создание продолжения. И хотя бы лет через пять мы все-таки увидим завершение истории Дикона Сэн Джона. Кстати, перед релизом Дейсгана у PlayStation появилась своя личная страничка куратора в стиме, на которой красуются уже выпущенные игры, а также скрытые от глаз неанонсированные позиции. Что неоднозначно намекает нам на то, что уже в скором времени Sony анонсирует очередной слив одного из своих экзов на ПК. Никто не знает, что именно будет слито на печку, но большинство аналитиков сходятся во мнении, что мастхевным тайтлам вроде Годовара, Спайдермена и Тлоу ничего не грозит. Но как оно все извернется, мы узнаем еще не скоро. А потому смысла гадать вообще нет. Может быть 17 неанонсированных позиций в стиме, это просто DLC-шки к играм и мелкие проекты вроде Кены, которые находятся под издательством Sony. Короче, поживем-увидим. Следующая новость заключается в том, что нам наконец-то стали известны точные цифры продаж консолей за первый квартал 2021 года. И выглядят они следующим образом. На первом месте лидирует Nintendo Switch с 6 миллионами, на втором месте PlayStation 5 с 3 лямами, а на третьем месте висит кара бокс со своей жалкой полторашкой. Я, конечно, немножко округлил циферки, но смысл от этого никак не поменялся. Nintendo Switch это сейчас самая популярная и массовая консоль в миру, которую проще всего достать, и на которой есть очень много классных проектов, что запросто могут увлечь на время всеобщего дефицита и тотальной разрухи. PlayStation 5, в свою очередь, это безумно желанная консоль, которой тупо нет на полках. И если бы не дефицит, цифры тут были бы куда более внушающие. Ведь все плойки, что только поступают на рынок, моментально раскупаются фанатами PlayStation по всему миру. Ну а бокс это бокс. Не знаю как у вас, но в моей стране Xbox Series S лежат целыми пачками на полках магазинов, и их никто не берет. Разве что единицы, на время дефицита, в качестве альтернативного Next Gen'а и мультиплатформы. Ну а те, кто хотят себе новых игр, берут себе Nintendo Switch. Ведь Xbox до сих пор ничего не может предложить, кроме дешевых подписок и пустых обещаний. Ну серьезно, уже полгода прошло с релиза новых консолей, а у Microsoft до сих пор ни одной крупной игры. Одни только индюшки, тизеры и постоянные переносы. Кстати, раз мы тут заговорили за обещание, недавно промелькнула новость, что уже 26 мая на PlayStation завалится ежегодная распродажа под названием «Время играть», в рамках которой нам обещают вкусные скидки на новые игры для PlayStation 5 и еще более сочные предложения на хиты четвертой плойки. Никакой конкретики, конечно, нет, но говорят, что будет обязательная скидка на Demon's Souls, Сокбоя и Майлза Моралеса. Также, я думаю, будет какая-то скидка на годовой PlayStation Plus, а потому прямо сейчас оформлять данную подписку особого смысла нет, и лучше подождать более выгодного предложения. Ну а если вы не хотите ждать до 26 числа и хотите прямо сейчас потратить деньги и что-то купить в PlayStation Store, то для вас Sony завезла новые акции под названием «Больше впечатлений», а также «Ремастеры и ретро». И если в рамках первой акции вы вряд ли найдете себе что-то интересное, так как там одни бустер-паки и донатная валюта, то вот в ремастерах и ретро уже есть какие-то прикольные предложения. Например, коллекция Спайра за 900 рублей, или коллекция Айцо Аудиторе за такую же стоимость, ремастер третьего Ассасина за косарь, Медиавол за штуку и сборник из первых двух метро за 500 рублей. В общем, выбор действительно есть и есть на что посмотреть, а потому если вы хотите себе что-то купить на затравочку, можете глянуть на полный список актуальных скидонов. Ссылочку на акцию я запихну в описании к ролику. Ну а мы не будем тратить время понапрасну и перейдем к следующей новости. Помните грандиозную акцию Play at Home в марте? Помните, как нам раздали 11 неплохих игр на халяву? Помните, как все гадали, а шо же нам такое раздадут в мае? Так вот, раздача все-таки произошла и шокировала всех без исключения. Ведь вместо игр Sony раздали бустер-паки и донатную валюту в разных бесплатных дрочильнях. На халяву, конечно, грех жаловаться, но бустер-паки получились очень посредственными. Я вот, к примеру, сейчас играю в Rogue Company, и мне дали 200 голды, которую я ни на что не могу потратить в местном магазине. А скин для Ронина хоть и прикольный, но за счет того, что он теперь есть у всех, смысла в нем маловато. Ведь в моем понимании скины нужны, чтобы выделиться из серой массы, и хоть как-нибудь персонализировать своего героя. Короче, раздача фиговенькая, а бустер-паки говнецо еще то. Но если вы играете в хотя бы одну из участвующих в акции дрочилин, то не забрать подгон было бы довольно глупо. Так что поспешите активировать все эти замечательные бустер-паки до 7 июня. Ведь именно тогда заканчивается эта замечательная акция. Ну и последняя новость про халяву заключается в том, что на этих выходных можно бесплатно поиграть в онлайне, не оформляя при этом подписку PlayStation Plus. Не знаю, кому как, но вот лично меня постоянно прибивает на смех при виде таких невероятных акций. Потому что, блин, онлайн в платных играх де-факто должен быть бесплатным и доступным без каких-либо подписок и обонплат. Ну ладно, сделали бесплатные выходные и фиг с ними. Молодцы, идем дальше. Last of Us 2 наконец-то заработала в 60 FPS на PlayStation 5. Многие люди этого ждали, многие хотели и вот оно. Лучшая игра прошлого поколения, по мнению игрожуров, теперь работает в полноценных 60 FPS. Правда, стоит сказать, что полноценного патча, обновляющего игру для PlayStation 5, так еще и не вышло, и непонятно, когда он вообще выйдет. Также непонятно и то, почему апгрейд игры до 60 FPS произошел только сейчас. Ведь та же Ghost of Tsushima обзавелась 60 кадрами и геймбустом еще в прошлом году. Но опять же, сделали и сделали. Молодцы. А вот кто не молодцы, так это создатели нового годовара, которые вчера заявили, что вдохновляются сюжетной составляющей второго тлоу и хотят перенять у них несколько идей. Вполне возможно, что в новой части Бога войны нас ждут проблемы от Рея с идентификацией своего пола и полноценная сюжетка про Тора, который убьет Кратоса в первые 30 минут игры за то, что тот покрошил Магни и Моди в прошлой части. В общем, я уже предвкушаю этот трындец. Ну и раз уж мы заговорили за трэш, то грешно не упомянуть и новый патент от Sony, который вводит на консоль систему ставок на киберспорт. То есть будет проходить какой-то турнир по Мортал Комбату и ваша Плейстейшн будет вам предлагать сделать ставку на одного из бойцов. Сказать, что я просто балдею с таких новостей, ничего не сказать. Во-первых, во многих странах ставки и другие азартные приколюхи под строжайшим запретом. Интеграция такой механики в консольное ПО может сильно ударить по компании. Ну а во-вторых, это просто тупо неэтично и очень грязно. Все-таки на консолях играет много личинусов, которые благодаря этому патенту смогут с лёгкостью тратить деньги родителей в пустоту, делая ставки на своего кумира в лице какого-нибудь крикливого стримера. Да, конечно, это всего лишь патент на бумажечке, и он вряд ли когда-либо воплотится в реальность, но само его существование повергает в шок и наталкивает на очень нехорошие мысли. Поэтому давайте сменим тему и поговорим о чём-нибудь более приятном. Например, о играх, которые скоро появятся на Плейстейшн. Hades получила рейтинг для Плейстейшн 4 в Корее, и это является прямым доказательством того, что игра скоро появится на консолях от Сони. Дата релиза всё ещё неизвестна, но я думаю, что к концу года мы точно увидим эту индюшку на своих плойках, а официальный анонс произойдёт уже этим летом на Е3. Игра, кстати, очень топовая, и не даром отхватила целую кучу наград, а также стала игрой года, по мнению многих авторитетных журналов. У неё отличная история, живые персонажи и отполированный геймплей Роуклайка. Поэтому ждём её релиза на плойку с большим нетерпением. Также стало известно, что Файнал Фэнтези 14 полноценно выйдет на Плейстейшн 5 уже 25 мая. Но это вообще вряд ли кому-то интересно, так что пофиг. Ещё на этой неделе стало известно, что GTA 5 получит апдейт для Плейстейшн 5 уже в ноябре этого года. Конкретики никакой Rockstar не предоставили, но сказали, что всё будет очень круто. Что контента подвезут, что текстурки и эффектики нарисуют новые. Ну а то, что игре уже почти 10 лет, и все уже давным-давно ждут новую часть, Rockstar проигнорила. Афиг ли, тираж в GTA 5 превысил 145 миллионов копий. Онлайн живее всех живых, а игра постоянно мелькает в чартах продаж. И зачем делать что-то новое, если можно бесконечно доить старое? Ну и вдобавку, кину новость о том, что новый Ratchet & Clank Rift Apart будет игрой буквально для всех слоёв населения. Даже для тех, кто испытывает какие-то проблемы со зрением, или же быстрой реакцией. В игре будут контрастные фильтры как в Last of Us 2, а также гибкая настройка сложности от детской до убер-хардкорной без подсказок и худо. Не то, чтобы эта новость была каким-то невероятным открытием, но факт того, что Плейстейшн ориентируется на все слои населения и пытается угодить даже слабовидящим людям, заслуживает определенных оваций. Ещё из новых игр подкатили интересные новости про 8 Resident. Игра настолько плохо продаётся в Японии, что уже через 2 недели на неё появилась 30% скидка. И это просто лютый провал, ведь рекламная кампания у этого проекта была мама-не горюй. И даже кукольное шоу, которое они замутили на еженедельной основе, не помогло продвижению игры. Я, конечно, в восьмую резьбу ещё не играл и в принципе не планирую, но в целом понимаю, почему так произошло. Ведь после поглощения десятка аниме-произведений, я и сам частично превратился в японца и стал хейтить новый Резидент. Потому что в нём нет того, за что лично я полюбил данную франшизу. В восьмёрке нет ни колоритных главных героев, за которых хотелось бы играть, ни привычной нам Амбреллы, ни зомби, ни нормального геймплея. К тому же серия седьмой части решила сделать ставку на VR, и мне это тоже не нравится. Но опять же, это чисто моё мнение и моё фи. В той же Европе и Америке игра зашла на ура, а потому Capcom вряд ли пересмотрит свою политику в плане создания новых Резидентов. Ну и под конец давайте я озвучу парочку инфоповодов, которые не нуждаются в излишних комментариях, и мы будем закругляться. Безработная японская девушка продала геймеру две бутылки воды в коробке от PlayStation 5. Игра из стартовой линейки Xbox'а выходит на PlayStation 4. Прошёл слух, что на E3 Square Enix анонсирует ещё одну финалку, эксклюзивно для PlayStation 5. Sony опять не поедет на E3, но посетит Summer Game Fest, и возможно сделает там пару новых анонсов для PlayStation 5. Многострадальный эксклюзив Microsoft Starfield словил очередной перенос и не выйдет на PlayStation 5. Возможно, Вэл вернётся в консольную войну, воскресит эти машины и будет сражаться с PlayStation 5. Ну а на этом все интересные новости этой недели закончились. Пишите, что вы думаете по поводу такого формата, стоит ли его ещё делать, или же получилось полное говнище. А также подписывайтесь и жмякайте лайки. Ну а если вы уже подписаны на мой канал, то пожалуйста переподпишитесь и нажмите на царь колокол. Не знаю, поможет ли мне это воскрешение канала, но попробовать явно не помешает.